Девчонки Цветение муа и тепла Хотя на улице еще лежит снег И я бы сказал, воздух недостаточно прогрет Тем не менее, главное, чтобы у вас было тепло на душе С праздником! Итак, в эфире Левушка И как я обещал, сегодня мы продолжаем разговор о часах О современных часах Первое упоминание о механических часах Ученые нашли в древних византийских рукописях Оно относится к 578 году Первые механические часы имели всего лишь одну стрелку, часовую В России первые механические башенные часы с боем Сделал в 1404 году монах Лазарь Сербин для московского Кремля Вскоре башенные часы появились и во многих других городах Еще примерно через 100 лет в Европе были сделаны первые карманные часы В 1657 году в Голландии ученый Дюйенс снабдил часы маятникам Такого плана часики наверняка есть у многих из вас дома, друзья мои Но если не у вас, значит у ваших бабушек и дедушек это уж точно До недавнего времени самой важной частью любых часов были стрелки Часовая, минутная и секундная Но теперь все чаще появляются часы без стрелок и циферблата Это кварцевые, ну или еще называются электронные часы В них есть такое окошечко, в котором, сменяя друг друга Появляются цифры, показывающие время и даже месяц, число и день недели Но все-таки самые точные часы это атомные и молекулярные Так они называются Но в чем принцип их работы, я пока точно не могу вам сказать Слишком уж это сложно Вот как только все пойму и разберусь, обязательно вам сразу сообщу Ну а пока давайте посмотрим мультфильм Вот и все, друзья мои Как бы нам этого не хотелось Приходится прощаться Но честное слово пройдет буквально 4 дня И вы, включив в это же время свои телевизоры Напоминаю, это будет во вторник На экране увидите веселого, озорного и лохматого Левушку Ну а пока, пока! Субтитры создавал DimaTorzok